Рыба, в которой очень много вилочных костей, поэтому в простонародье получила название костлявая. Используется в основном для приготовления котлет и ухи. Однако при небольшой обработке рыбу можно готовить и в духовке, и на сковородке. Рыба очень вкусная. Ну вот, вилочные кости немножко портят репутацию. Рыбу почистили. И для того, чтобы шинковать, нужен хороший острый нож, желательно с тонким лезвием. Рыбу будем прорезать до хребта в расположении вилочных костей. Кости располагаются по всей длине хвоста и вдоль хребта рыбы. Шинковать ту часть рыбы, в которой находятся ребра, смысла никакого нет. Мне нравится шинковать, когда рыба лежит спиной ко мне. Кто-то шинкует, ложа рыбу наоборот. Принципиального значения не имеет. Главное, чтобы были прорезаны до хребта все кости. Шинковка происходит таким образом, что между нарезками примерно 5-7 мм. Некоторые хозяйки умудряются шинковать и более тонко, потому что при приготовлении в рыбу попадает масло, и рыба становится более сочной, если вдруг рыба была сухая. Мясо прорезано. Рыбу переворачиваем и движемся в обратном направлении. Торопиться смысла нет. Качество шинковки или скорость шинковки приходит со временем. В результате получаем вот такую мелко нашинкованную рыбу. Все косточки имеют размер, опять же, не более 5 мм. При приготовлении кости становятся мягкими. И мясо полностью съедается. Остаются только ребра и хребтовая часть. И костлявая рыба превратилась в очень вкусный, полезный продукт. Таким же образом шинкуются все рыбы, у которых имеются вилочные кости, к которым относится, например, карась. Красноперку я порезал на куски, потому что небольшая сковородка и рыба целиком не помещается. Только для этого. Очень важно отметить, что поедая шинкованную рыбу, мы съедаем большое количество мелких костей. И в организм попадает очень большое количество кальция. А если мы рыбу едим, удаляя кости, соответственно, продукт не имеет такой ценности с точки зрения кальция. Рыбу просто обваливаю в муке, старый дедовский способ, и обжариваю на сковородке до готовности. Некоторые люди с непривычки пытаются сделать так, чтобы мука попала между шинковкой. Этого делать абсолютно не надо. Обваливается, как обычная рыба. Излишки муки стряхиваю. Пошинкованная рыба не разваливается во время готовки, а остается целая. Поэтому бояться, что начнет разваливаться и вызовет какие-то трудности при приготовлении, никакого смысла нет. Ну и конец.